Приветствую, дамы и господа. Давайте рассмотрим Тонкоин. Тонкоин до конца года. Октябрь, ноябрь и декабрь. На три месяца. Здесь у него на фоне падения рынков медвежки. Посмотрим, Тонкоин. Октябрь. Очень хорошая карта. Ноябрь. В ноябре вообще шикарно будет. И декабрь. В декабре что-то какие-то пойдут изменения. Будет какой-то раздел или что-то ещё. Так, октябрь. В октябре прекрасная карта. Это будет у нас девятка. Пентакли монет. Промыслы. В ноябре замечательно. Сам золотой терец. Туз. Монет. Пентакли. Туз. Вот он. Любуйтесь. В декабре термина. Это какой-то будет раздел или что-то ещё. Ну, давайте сейчас откроем на другой колоде. Октябрь. Тонкоин. Сейчас будет сражаться вообще отчаянно с этими. Борьба будет такая. Ноябрь. А в ноябре почему-то башня будет. Интересно, как и декабрь. Выбор дороги, выбор пути. То есть, что-то такое, какое-то оцепенение. Как раз вот здесь вот будет. По термину. Так, что у нас башня будет? По башне колесо удачи. И мечевой будет. Но я так думаю, в ноябре, наверное, всё-таки будут самые такие его взлёт. А потом будет какое-то падение. И очень быстро. И в то же время пятёрка мечей. Две мини-башни. Так. Вот такая вот клиническая картина. Давайте спросим у карт Тару. Сохранится ли на этом рынке восходящий тренд у Тонкоина? Потому как там уже и кошелёк, и всё что угодно. И пер-ту-плет. Сохранится ли тренд восходящий? Так, восходящий. Да, император. Но в то же время император, да, ответил. В какой-то коме он будет находиться. Да, император, девятка монет и туз. Да, да, похоже, да. Но сначала он будет и маг. Да, хорошие карты. Положительных больше, чем отрицательных. Но смотрите, здесь будет десятка мечей. Это апофеоз, какое-то убийство чего-то. Потом будет в коме. А вообще-то восходящий тренд. До конца года вы поете. По двум великим арканам. Угу. Видите, тут туз монет опять-таки вон будет. И это. Девятка. Хороший расклад. Всем удачи. Кратито. Всех благ.